Всем привет! Новый день, новая улица. В прошлый раз мы гуляли по Петрозаводской улице, там улица Лавочкина, там улица Беломорская. А сегодня мы пойдем по улице Дыбенко. Такие вот домики понастроили тут недавно. Информационный щиток такой, где мы находимся. Это на самом деле еще и что, вай-фай бесплатный тут. Так как показывает до Ховрина пойдем или международный автовокзал в Северные ворота. В общем 15-17 минут должно занять наше путешествие, поэтому пойдем. Сегодня еще 5... не, 6 сентября. В воскресенье все еще день города. Люди бегут. Но я не спортсмен профессиональный, поэтому я иду пешком. Улицу немножко облагородили. Поставили вот такие бордюры большие. Видимо, они пользуются популярностью, потому что вот они чирыкают, кто-то колесами чирыкает. Бордюры, естественно, гранитные. Все по феншую. Немножко со светофорами. Здесь 20 секунд, там 10 секунд. Как вот не продумали. И тут уже почти к Камкаду дорога будет выходить. Тетеньки отдыхают, бухасики делают. В мобилочках сидят. Тоже отдых. Вот там военная территория была. Военная часть. А сейчас понастроили тоже каких домов. Но это уже левобережная улица. Тротуар стал шире. Тут тоже, кстати, можно было на бульвар бы назвать. Потому что посередине есть разделяющая зеленая полоса. Не пешеходная, но все же. Улица тоже такая коротенькая. Ничего в ней сверхъестественного нету. Мы просто ходим гуляем. Так как погода хорошая. И нужно этим пользоваться. А дома я еще успею посидеть, когда будут холодные или дожди. Осень уже ранняя. Стополи все деревья, листья почти попадали уже. Остальные еще держатся. Все на этих самокатах с табуретками катаются. Обленились. Вот это у нас район Ховрина. Северный административный округ, САУ. Дома чуть поодаль стоят. Это хорошо. Не будет то, что там дети выбегают сразу на дорогу. Спокойная чистая улочка. Ну да, вот тут зеленый загорелся, а там еще нет. И тут уже заканчивается. А там, а если оттуда идти как. В общем, странно. Теперь вам отправлю их. Жека, если быстрее подожд老ь cray. За голос護 чтобы кто-то сыграете���ом, хоть УкрашJeff Peters Спий тот год. Н européц amounts кão. Вот первый раз. Да, что делать будут. Почему вы слышали руки-то. Осень такая прямая моя, как будто в будущем электротранспорт еще же машины только не летают именной заборчик там конно-спортивный комплекс хорошо что хоть остался он наверное очень давили на него чтобы дома построить но он вроде сохранился там манеж лошадки не знаю как он называется конно-спортивный комплекс ну да там лошадки нарисован а вот гусеничка ползет но где-то там сегодня выходной день поэтому интервал общественного транспорта увеличены но мне особо не нужен так как у нас пешие прогулки сегодня в рубрике съезды хорошо сделаны для тележек там для велосипедов низкие можно кататься пешком я тут еще ни разу не ходил зелени много деревьев а тут вообще он химкинский лесопарк он выходит на прибрежный проезд по которому ходили гостиницы союз он там вообще вдали классно скамейки площадка детская дорожки даже все он во дворах из плитки трава скошена широкий такой тротуар две полосы влезла бы еще легко и был это раньше заброшенный район такой ну дальний отдаленный а сейчас из-за того что там метро хаврина протянули теперь не такой уж и заброшенный вполне себе клёвый лесопарк тут он и северные ворота автобусная станция и там правее железная дорога ну почти уже прошли новостройка какая-то шлагбаумы там всякие речой а зачем метро сразу как увидели что метро построили сразу и дома тоже жилой комплекс он уже красненькая буква м международный автовокзал между прочим масштаб м и и и и и и и Такую штуку построили Прям небоскреб какой-то Здесь вон и областные автобусы останавливаются Ховрина и Совка-хозная какая-то 344, не знаю Такое вот сейчас информационное табло Вообще столько всего понаписано Слева по-русски, справа по-нерусски Станция метро, МЦД, МЦК Вообще ужас Я-то путаюсь А приезжим, наверное, вообще тяжело разобраться В этом всем Не, ну я-то не путаюсь Но информации очень много Экспрессо Вот с такой звездой Шереметьево И с такой же звездой Такой же цветовой окраси В таком Железнодорожный экспрессо Тут такой вот узел вообще Движуха, кольцевое движение Там Долгопрудный Едут вот автобусы из Долгопрудного А, совхозная Ховрина Вот по белой и желтой полосе Это видно, что Станция Химки, станция Ховрина Это вот областничковые автобусы А это вот Автобусы международные Вот такие вот северные ворота Столицы 400 Э Это Зеленоград, наверное А почему Э Там Хорда Северо-восточная Там Зеленоградская улица Там мы были Там Прибрежный проезд Ну вот как-то так вот На этом улице Дубенко заканчивается А я опять пойду отдохну И возможно еще вас Сегодня я ознакомлюсь С Зеленоградской улицей Ну я на самом деле уже сегодня много прошел Посмотрим Ну время еще раннее, детское Солнце еще высоко Так что нужно снимать видосики Дяденьки что-то там ковыряют А там Бусиново, в общем, библиотечная улица И направо уходит Бусиново, Бусиновская горка Там еще что-то такое Прямо это Долгопрудный И МКАД там же И платная автодорога Хорда Она как раз в платную там уходит И в Санкт-Петербург Такое вот слияние Ладно, не умею я быстро заканчивать Поэтому Всем пока Всем до скорого До новых улиц Субтитры сделал DimaTorzok